Помочь встать 4-летнему Марку Можем только мы и генетики Германии Вот уже 4 года мальчику не могут установить правильный диагноз Подробности в репортаже Елены Козловой Появление ребенка в семье обычно сопровождается и появлением новых фотоальбомов Маленькие, они такие трогательные И родители буквально ловят каждый шаг своего чада Вот он улыбнулся, вот сел, пополз, встал Фотоотчет пухнет как на дрожжах Все это есть и у маленького Марка Только отчет о его жизни Это не счастливые семейные снимки, а сложно сочиненные медицинские термины 4 толстых папки за 4 года жизни в словах, диаграммах, снимках И постоянно опровергающих друг друга диагнозах Есть у Марка и видеоархив Там мама Марика, так Юля Ласкова называет сына Фиксирует для врачей его приступы Судороги у ребенка начались в двухмесячном возрасте И без отсутствия правильного лечения только нарастают Эпилепсия, ДЦП, органическое поражение мозга Все эти диагнозы уже в прошлом Первый раз у нас в Китае мы были 3 месяца на реабилитации Второй, третий раз в Израиле То есть нам подтвердили, убрали эпилепсию И сейчас уже сдали генетику То есть это однозначно генетические какие-то будут Какое-то заболевание Но нужно его доказать Сам же Марк сегодня – это живое воплощение ошибочного диагноза Как правило, вслед за таким диагнозом Идут ошибочные назначения А потом и лечение Которое еще больше осложняет ситуацию Мозг Марика, несмотря на идеальное МРТ И чистую электроэнцефалограмму Это как раз и есть неправильное назначение врача Тело мальчика просто не слушается его команд В результате отсутствует координация движений Возможность самостоятельно стоять, ходить В свои четыре Марк почти не говорит, но все понимает Любит смотреть мультики и слушать сказки К тому же Марк просто обожает жизнь и очень доверяет людям Свою любовь он выражает в том, что готов обнять весь мир В 2015 году после генетического обследования У Марка обнаружили сразу четыре генные мутации Которые в принципе объясняют состояние ребенка Кроме того, врач уверен, что мальчику можно помочь Причем даже без оперативного вмешательства Достаточно подобрать правильную диету для организма Но для этого нужно сделать пункцию И точно определить, каких микроэлементов Не хватает организму для нормальной работы В Германии в Институте генетики, изучив анамнез ребенка Готовы провести уточняющий анализ И в течение нескольких дней поставить точный диагноз А вы не боитесь диагноза? Нет Я даже не боюсь той мутации, которую сейчас у нас на расшифровке Мне задавали такие вопросы Что вы будете делать, если подтвердится первая мутация Которая очень плохая Если она откроется, она может понести неизвестно какие последствия Но в любом случае надо его поднять Для начала Это моя цель в жизни Поднять его Право на шанс иметь нормальную жизнь Оценивается почти в 24 тысячи евро Это чуть больше 2 миллионов в зависимости от курса рубля У семьи Александровых таких средств нет Зато есть друзья и люди, которые верят в Марка Среди них и врач-реабилитолог с мировым именем Наталья Пыхтина Которой занимается с Марком уже почти 2 года Благодаря ее методике мальчик сегодня активно ползает и пытается самостоятельно стоять У ребенка сохранены все рефлексы, необходимые для ходьбы Чтобы нам запустить следующий этап ходьбы То есть вертикальный человек должен себя четко удерживать Поэтому в этом варианте очень важно установить диагноз Сборы средств на путевку в жизнь для Марика начались 3 февраля Сегодня на банковском счету ребенка уже 1 миллион 300 рублей Осталось меньше половины Лобнинцы, которые также хотят помочь Марику Могут перевести деньги по реквизитам, указанным на экране Также номер счета можно найти в городской газете Лобни Или по телефону 8-985-977-7557 Что же до самой Юли То она уверена, что с помощью общих сил уже в марте ее сыну установят точный диагноз И он начнет активную реабилитацию Огромнейшее спасибо всем Просто низкий вам поклон, что вы верите в нас Даете нам шанс, надежду на выздоровление А то, что Марик поправится, Юля даже не сомневается Я почему-то верю в лучшее, в хорошее Но я просто обязана его помочь и все Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания Лобня